Уважаемые выпускники, продолжаем урок русского языка. Задание 19. Пунктуация в сложно подчиненном предложении. В основном в кимах, в задании номер 19, в основном представлены сложно подчиненные предложения с предаточным определительным. Давайте рассмотрим данное предложение. Бурная река, которая шумела и пенилась внизу, билась водощатой на стил моста. Давайте вначале первый шаг, который мы с вами делаем, находим опять грамматическую основу. Река что делала? Так, это у нас первая основа. Вторая основа. Шумела и пенилась что? Которая. Вот, мы с вами нашли грамматические основы. В данном случае две грамматические основы. теперь второй шаг. Мы должны определить границы предложений. Так, бурная река билась водощатой на стил моста. Так, это у нас самостоятельное предложение. Так, теперь давайте посмотрим. Которая шумела и пенилась внизу, это у нас предложение, которое разрывает главное предложение. Оно не самостоятельное. Мы можем поставить вопрос. Река какая, какая, которая пенилась, которая шумела и пенилась. Значит, вот это предложение у нас разрывает основную часть. Оно не самостоятельное. Зависит от слова. В данном случае от подлежащего в главном предложении. Отвечает на вопрос, какая, значит, это предаточная определительная часть. Ну а теперь давайте, раз мы границы нашли предложений, нам не составить труда поставить запятые. Значит, мы здесь ставим запятую и вторую запятую мы ставим здесь. И ответ у нас будет 1 и 3. 1 и 3. А теперь обратите внимание на цифру 2. Выпускники, я хотела бы, чтобы вы запомнили, после слова, которое, это союзное слово, никогда не ставится запятая. Вот вы здесь никогда не ставите. Обратите на это внимание. Так что вы, когда знакомитесь, читаете предложение, то сразу вы можете, вот цифру, которая стоит после определительного местоимения, который, которое, вы обязательно должны его убрать, эту цифру, чтобы не поставить запятую. Давайте дальше посмотрим. Следующее предложение. Персонажи ранних рассказов Чехова, емкие образы которых выстроены автором посредством ряда ярких художественных деталей, одновременно и реалистичны, и карикатурны. Ну, опять-таки, делаем первый шаг, находим грамматические основы. Персонажи. Что делают? Так, каковы, да? Так, и реалистичные, и карикатурные. Ну, а теперь мы с вами знаем однородные члены предложения, да? И в данном случае у нас вот ИИ повторяется. И в предыдущем занятии я вам говорила, мы можем убрать вот эти союзы. И тогда мы должны что делать? Поставить уже запятую вот тут, поскольку повторяется союз ИИ. Ну, а теперь давайте дальше. Второе, вторая грамматическая основа. Где у нас? Так, читаем опять-таки, внимательно, второй раз это предложение, чтобы найти вторую грамматическую основу. Персонажи ранних рассказов Чехова, ёмкие образы которых выстроены автором посредством ряда ярких художественных деталей, одновременно и реалистичны, и карикатуры. Речь карикатурная. Речь идёт о чём? Ляку. Образы. Образы выстроены. Каковы выстроены, что сделаны, да? И вот давайте посмотрим. А теперь мы с вами нашли грамматические основы, их две грамматические основы. Теперь мы должны найти границы предложений. Это наш второй шаг. Персонажи ранних рассказов Чехова одновременно и реалистичны, и карикатурны. И карикатурны. Вот у нас это главное предложение. И наше главное предложение опять-таки разрывается определительной предаточной частью. Персонажи ранних рассказов Чехова. Какие персонажи? Ёмкие образы которых выстроены автором посредством ярких художественных деталей. Опять-таки ставим вот сюда вопрос. Какие? И значит, вот это у нас предложение вот здесь начинается и заканчивается вот тут. И у нас ответ будет, мы поставим ведь должны запятые, где граница, вот здесь. Так. И мы с вами границу, конец границы нашли вот здесь. Ну а теперь, до этого я вам сказала, после которых мы никогда не ставим запятую. Ну а теперь давайте посмотрим. Образы кого? Чего? Которых. Мы здесь не должны ставить запятую, потому что никаких тут осложнений нет. Мы задаем вопрос. Образы чего? Которых. Или образы кого? Которых. Вот. Так. Вот таким образом у нас ответ будет 1 и 4. Так. Правильный ответ. Так. Следующее предложение разбираем. Роман, стержнем которого является любовная история Маши Мироновой и Петра Гринёва, стал подлинно историческим произведением. Опять-таки находим грамматическую основу. Роман, о романе идет речь. Роман стал произведением. Так. Тут можно даже подлинно историческим можно полностью сделать. Сказуемым. Да? Так. Теперь давайте посмотрим. Это у нас опять-таки главные предложения, потому что мы можем поставить точку. Самостоятельное предложение. Это самостоятельное предложение. Ну а теперь давайте найдем границу второго предложения. Роман стал подлинно историческим произведением. Какой роман? Роман, стержнем которого является любовная история Маши Мироновой и Петра Гринёва. Вот это у нас предаточное определительное предложение. «Роман» определяет слово «роман». И, значит, мы запятые ставим, где цифра 1 и где цифра 4. Так. И вот здесь мы однозначно не ставим запятую, а вот здесь опять-таки проверяем. Стержнем чего? Которого. Никаких осложнений нету. Мы задаем вопрос «Стержнем чего?» И здесь мы не ставим запятую. Так. Опять-таки предаточное определительное предложение разрывает главное предложение. Так. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые выпускники. Если у нас определительное местоимение стоит в косвенном падеже, то однозначно вы перед ним не ставите запятую. Поэтому очень хорошо надо запомнить. Запомнить вот эти какие-то подсказки, можно сказать, которые вам помогут быстро решить правильно, успешно задание 19. Запомните, после определительного местоимения вы никогда не ставите запятую. И еще перед определительным местоимением, который стоит в косвенном падеже, невименительном и неввинительном падеже, то вы перед ним не ставите запятую. Так. Ну и давайте разберем следующее предложение. Здесь ответ мы с вами таким образом. Так. Первое и четвертое опять. Ну и следующее предложение. Последнее предложение. У более других Петра Ильича Щерковского привлекал балет Адана Жизель, музыка которого фантастика органически сочеталась с лиризмом. Так. Находим опять-таки грамматическую основу. Так. Балет что делал? Привлекал. Так. Теперь вторая основа, фантастика, сочеталась. Вот вы быстро нашли две грамматические основы, теперь определяем границу. Так. Более других Чайковского привлекал балет Адана Жизель. Балет какой, в музыке которого фантастика органически сочеталась с лиризмом. Вот опять-таки мы нашли с вами границы, да? Так. И мы ставим тогда вот здесь запятую и вот здесь. Так. А теперь давайте посмотрим. Ответ у нас будет 2-4. И вы должны были запомнить то, о чем я вас просила. После определительного местоимения мы никогда не ставим запятую. И когда в косвенном падеже, и на тот косвенный падеж, винительный, тоже запомните, если не стоит в именительном, в винительном, мы с вами что делаем? Не ставим запятую. Так что вот эти какие-то секреты, маленькие секреты, которые вам помогут успешно решить задание 19. Запомните, пожалуйста, шаги. Первый шаг. Находим грамматические основы. Второй границы предложения.